Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А я стою на краю берега Сине моря А я сама себя зову Берега Типоле А я сама себя зову Берега Типоле А я сама себя зову Берега Типоле Вот я не могу Пошли, давай Вот, и сейчас Что случилось? Внезапная потеря сознания, температура, прелиристое дыхание Забираем ребенка Боже, доктор, что с ним? Похоже на менингит Это не первый случай в нашем городе Вы мать? Да Поехали с нами Паша Леш, вещи привезешь Я так перепугалась Он внезапно сознание потерял Сейчас вроде ничего Как будто его и не было И температура спала Ну, температуру мы ему сбили Будем наблюдать динамику Да? Куда ты? Куда ты? Куда ты? Берите своего красавчика Иди ко мне Иди ко мне Иди ко мне Иди ко мне Сделаем общий анализ крови Бак посев И прочее А там посмотрим Все будет хорошо Ну, хватит мельтеши Из-за твоего хождения Никому не улучшил Мама-то куда убежала? Куда-куда Испугалась Видела, как она Побелела от страха Маша Маша, ну что там? Что сказали врачи? Митя пришел в себя Слава Богу Сейчас спит Мы анализы сдали Температуру сбили Остается только ждать Маша, ты посмотри Вещи, которые я тебе привез Если что-то нужно, скажи Я тогда список на телефон скину Все, я побежала Обратно к сыну Спасибо вам Спасибо Ну, Семенович, куда ты? Под деревню домой Давай, я тебя внизу подожду Папа, ну-ка пойдем Чего? Чего? То есть ты в деревне, да? Ну да А вам что Так и останется у Володьки жить? Ну пускай поживет Если ей так нравится Да вы же раньше Пороза никогда не жили, да? Ну и что-то в жизни Всегда случается В первый раз Папа, ты мне скажи Это из-за нашей ссоры с Володькой Или у вас еще что-то там разладилось Сынок, твоя мама такая Вершина айсберга А под водой столько спрятана Иногда голову себе такую Понапридумывает Мне-то кажется Нужно просто переждать Вернется Куда она денется Люся Люсенька Толя Господи Я так испугалась Я думала Он у меня прям там на руках умрет Ну все же хорошо С этим ребенком все хорошо Да Я понимаешь Я все Я вырастила двоих сыновей Но бывало всякое И руки И ноги ломали И головы разбивали Но чтоб вот так вот Я на руки его взяла Он закрепел И потерял сознание Как будто бы я ведьма какая-то Что ты говоришь? Какая же ты ведьма? Я не считаю его своим внуком Но видит Бог Я не хочу ему ни зла И уж тем более смерти А тут получилось Как будто бы я его сглазила Понимаешь? А я вот не верю в сглаз Нет Нет В судьбу верю Фарт Человек маленькое Беспомощное Хрупкое существо В потоке судьбы Мы никогда не знаем Куда нас вынесет Вот ты например Могла предположить Что нас вынесет Навстречу друг к другу? Я понятия не имела И я нет Потому в жизни и происходят Такие удивительные вещи Которые невозможно предсказать Как с этим ребенком Как у нас с тобой Все поток судьбы Господи, какой же ты невероятный Рада Рада Здрасте, Олег Борисович Заждался я тебя, бригадир Да извините, там два дятла на дороге столкнулись Царапины миллиметра От пробка до луны Вот она моя красавица Я же дома заблудился А тут рабочий цех лом принимаем Деньги зарабатываем Вот на таких лошадок Коллекционирую я их Куда поставить? Здесь оставить Так вот, страховка, ПТС, проверяйте Не переживай, я Анатолию Васильевичу доверяю Передаю вам бутатарности Скажи, что я еще одну красавицу Максим присмотрел Скоро оформляю заказ, приеду Все свободен КОНЕЦ Анатолий, спасибо Спасибо тебе огромное За такой прекрасный вечер Это что-то Артисты хорошо выступали Я даже представить тебе не могла Что вечер закончится Как в сказке волшебной Люси Да? Ты можешь рассчитывать на меня в любое время Дня и ночи Спасибо тебе за все Спасибо, что ты появился в моей жизни А я благодарен судьбе за то, что в моей жизни появился такой искренний Бескорыстный человек, как ты Люси Анатолий, а почему ты не женился второй раз? Ну, потому что всем нужны только мои деньги Я же не дурак, я это понимаю Наверное, потому что не встретил такого человека, как ты Люси Мне везло Звучит, как признание в любви Так и есть Я понимаю, мы с тобой уже это обсуждали Да и момент Может быть, неподходящий Люси Я очень хочу, чтобы ты понимала Что у меня к тебе Все очень серьезно Я не знаю, что сказать Ничего не надо говорить Обещай подумать Ирэн, а ты чего здесь? Как там Митя? С ним все хорошо? Ну, насколько я поняла Со слов Леши все хорошо И мы больше испугались У него возьмут анализы, отпустят домой Ты ужинала? Знаете После смерти мамы У папы Конечно, наверное, были другие женщины Но никогда в жизни Он не позволял, чтобы я видела их Я заметила, как он изменился рядом с вами Он стал другим Я давно его таким не видела Я так счастлива, что это наконец-то произошло И что это именно вы Потому что я люблю вас всем сердцем А как же, Семеныч Ну, тут, поверьте, не мне давать вам советы Привет, мам Привет Где была? Мы с Анатолием ходили в театр Там так артисты выступали Его пригласили на премьеру Это, конечно, не мое дело Но у тебя с папой все в порядке А почему ты спрашиваешь? Потому что ты шляешься по театрам с другим мужчиной Как кто? Ну, договаривай, раз начал Как будто ты променяла папу на деньги Воскобойникова Что? Не тебе меня судить Не ты ли бросил Машку, как только у тебя появился Вариант поинтереснее? Это не правда Я люблю Ира Или ты считаешь Что у меня других мотивов Кроме корысти нет Кроме того Ты совершенно прав Это не твое дело Знаешь что, Анатолий Если ты не трепал языком И правда Хочешь, как ты и говорил Плыть со мной в одном потоке судьбы То я согласна С мужем я разведусь Люсенька А здесь что? Леш Обед Сам приготовил Ну, как мог Надеюсь, будет вкусно Да, Митя? В сумке спортивный костюм и бодики, Митики Да, подгузы внизу Маш, бегемот в кармане внизу Помоги достать Ой, Митя, смотри Твой любимый бегемотик Что папа принес нам Бегемотик, смотри Бегемотик Богатырь Богатыри не плачут Держи, держи бегемоту Маш А что доктор-то говорит? А доктор говорит, что менингит не подтвердился Слава Богу Ну, я же говорил Ничего страшного с нашим ребенком Просто не может случиться Это же бутуз кровь с молоком Ну, что, мы можем домой ехать, да? А домой пока ехать рано Вы же хотите узнать, что было с вашим малышом? Необходимо сделать дополнительное исследование И придется подождать несколько дней А вы что-то подозреваете? Нет Я просто хочу убедиться, что выписываю вас полностью здоровыми Я с тобой так хорошо, Анатолий Я чувствую себя другим человеком Мне кажется, я ждал тебя всю свою жизнь Где ты была? Ты же навсегда Возникнут вопросы Вопросы ответим Конечно, Анатолий Мы же не дети с тобой Чтобы прятаться Я должна с Иваном как-то Обсудить это Я не хочу, чтобы он был последним, кто узнает Я хочу сама сказать ему обо всем Я понимаю И потому не тороплю О, вот вы где Привет Даш, привет Привет Митенька, солнышко, ложись Че-че-че Держи, это вам Спасибо Ну как ты? Как Митика? Вас выписывают? Даш, нас не выписывают Говорят, еще анализы нужно сдать А что такое? Ты же сказала, что ему уже лучше Не знаю Они, наверное, что-то не договаривают Даш, это я во всем виновата Это я аборт хотела сделать И ребенка не хотела А теперь все готово отдать Лишь бы Мите Все с ним хорошо было Прекрати Не накручивай себя Все будет хорошо Слышишь? Кроме этого Алика Еще человек семь парней Не меньше все вооружены И камеры наблюдения по кругу Ты уверен, что себя не выдал? Нет, с моей стороны все нормально было Но точно ничего не прочух Надеюсь, что именно так Ладно, хорошо сработал Дальше все так же Встречаемся только по звонку И никакой самодеятельности Чтобы тебя никто ни в чем не заподозрил Что дальше? Да что дальше? Теперь мы знаем, кто и как Осталось дождаться, когда Ну и будем брать Алика и его банду При следующей поставке А с тестем, с моим что будет? Он участник преступной схемы Ты свою жену любишь? Я здесь при чем? А при том Что ей будет очень непросто Когда это все произойдет Я вас понял Я Я не позабочусь Когда узнаешь о следующей поставке Алику Установишь жучок На машину Сообщишь мне номер автовоза Тогда мы сможем его отследить Хорошо, сделаю Митенька, потерпи чуть-чуть Потерпи еще немножко Нас скоро выпишут Папа за нами приедет Мы поедем домой Мария Егоровна Да? Пройдите, пожалуйста, в соседнее отделение На консультацию Нет, нет, не надо Я присмотрю Выйдите, вас там проводят Митенька Мария Егоровна, пойдемте Да, иду Сейчас еще мой муж подъедет Ну, давайте пока знакомиться Меня зовут Борис Николаевич Я детский врач-онколог Буду лечащим врачом вашего сына Здрасте, можно? Это мой муж Алексей Леша А Митька? Митька в палате спит Очень хорошо, что вы вместе пришли Присаживайтесь Не буду от вас скрывать Ситуация у вас очень непростая У вашего сына Острая форма лейкоза Детки в таком возрасте Лейкозом болеют редко, но случается Да, лейкоз Это рак крови, правильно? Это же лечится? Лечится И у детей, кстати, хорошая статистика 80% излечивается полностью Лечение осуществляется С помощью трансплантации костного мозга Леша Костный мозг, он находится В костей Он как бы вырабатывает клетки крови Совершенно верно У донора делается забор Кроветворных стволовых клеток Из тазовых костей Или из венозной крови Процедура не опасная Не страшная Главное, чтобы донор Был подходящий Так Это в сервис Вот это скорости, Лариса Ивановна А я только двумя пальцами умею По клавиатуре Вы что-то хотели, Володя? Да, мне нужны документы По рейсу в Азию Так шеф мне лично поручил заниматься этим рейсом Да-да, я в курсе Я поэтому к вам подошел Но он мне поручил перепроверим документы для таможни Давайте я ему наберу, чтобы он дал вам указание Не надо Смотрите, проверяйте Я готов быть донором Я совершенно здоров Я даже гриппом никогда не болел Очень хорошо Но, к сожалению, донором костного мозга может стать далеко не каждый Лучшие доноры – это родные братья и сестры Их ДНК и ДНК больного, как правило, всегда показывают необходимый уровень совместимости Так, а как же родители? А вот родители как раз не подходят Ну, сами посудите У вашего ребенка только половина генов от каждого из вас Вторая половина для него чужая, она не приживется А что же нам делать? У Митьки нет ни родных, ни братьев, ни сестер Первый шаг – искать среди друзей и знакомых Что же это получается? У чужих людей больше совпадений, чем у родственников? Как это ни удивительно, да У большинства людей существуют генетические, неродственные близнецы С идентичными клетками костного мозга Ну, тогда мы приведем много людей Всю деревню, если нужно, может, да? Замечательно Только учтите, что у донора не должно быть хронических и аутоиммунных заболеваний Вот, почитайте Здесь все написано Желающий стать донором в первую очередь должен сдать кровь на типирование Из вены Небольшой анализ в маленькую проверочку Ну, а если из наших никто не подойдет? Ну, параллельно мы подадим запрос Федеральный регистр доноров костного мозга Это огромная база данных людей, которые хотят помочь спасти чью-то жизнь Пожалуйста, доктор, делайте все, что нужно Только как можно быстрее Маша, все будет хорошо, мы найдем донора Люсь, ты что ли? О, привет Здорово А по какому поводу? Сейчас скажу, садись Обедать будем, графинчик на столе Слушаюсь и поведомаюсь Володькой с Ирэн так в городе не покомандуешь, да? А бабы кудахтали? Что ты бросила меня? Вот дура бабы У кого еще моральных сил, кроме меня? Хватит вытерпеть тебя Дай поцелуй Ешь давай Поговорить надо Ну так скажи сначала А то боюсь поперхнуть в процессе Тогда сперва поешь Люсь, ты меня за дурака не держи Выкладывай, что хотел сказать Возьми трубку Подождет Возьми, говорю Кто это? Сват Да, Егор Не могу сейчас Что? Как рак? Ты ничего не попутал? Какой еще рак? Понял Понял я Ты мне про это хотел сказать? Про что сказать? Господи Что он мить кирак? Егор говорит Нужен какой-то специальный донор Короче Надо собирать всех здоровых в округе И в больницу Пусть анализы сдают Даша, привет, это я Прости, это срочно Тут В общем, моему Митеньке нужен Донор костного мозга Я поняла тебя Хорошо Я всем нашим в больнице скажу Они придут Если сможешь Приезжай завтра Если получится Возьми кого-нибудь с собой Нужно просто сдать Десять миллилитров крови Извены Братан Конечно, мы к тебе приедем Сдадим то, что нужно Десять документов по рейсу Который идет в Азию Угу У меня вопрос Угу А что будет с водителем? Ну, как что? Незаконное перемещение Через таможенную границу Наркотических веществ В особо крупном размере От трех до семи лет А если водила не в курсе? Быть такого не может А почему ты спросил? Так предателем себя, что ли, чувствую Парень, он неплохой Но мама инвалид Слушай, ты все сделал правильно Ты только подумай о том Сколько Проблем из-за этой всей наркоты Сколько Матерей потеряли своих детей Сколько детей остались сиротами Из-за всей этой дряни В этом деле нет невиновных Жалеть некого Сынок Мама, ты что здесь делаешь? Что это за вопросы? Ну, я мать тебе или нет? Я вот еды принесла И вообще подержать тебя Просто ты вроде как Машу не возлюбила Митьку внуком не считаешь Внуком мне или нет Это не имеет значения Я никогда ему зла не желала Он Маленький человечек Который попал в беду И у тебя горе А твое горе, сынок Это мое горе Мам, спасибо, что пришла Пошли Анализ на совместимость донора с рецепиентом Делается быстро А запрос в банк доноров вы уже отправили? Запрос там и отправили Но лучше было бы найти донора из ближнего круга Борис Николаевич Там говорят, в лаборатории такое происходит Это надо видеть Мария, пойдемте с нами Это вас тоже касается Спасибо Ого, такого аншлага у нас еще не было Не ожидал, признаюсь Маш, здрасте, видите, сколько нас? Молодцы Так, друзья, товарищи, коллеги, соседи Спасибо, что нашли время Потерпите чуть-чуть, мы все успеем сдать кровь Видите, все пришли, он даже снова работает О, какой у нас народ Ну что, найдем донора в своем отечестве? Да! Маша, можно тебе на минутку? Хочу попросить прощения Ты на меня злами, держи, пожалуйста Людмила Григорьевна, меня сейчас не ведет того, чтобы на вас злиться Ну, будем считать, что простила Если что нужно, то ты говори, не стесняйся, ладно? Спасибо вам большое, что пришли Маша, ну что, я тоже сдал конфет. Будем ждать результатов, да? Будем. Я расширяюсь, Анатолий. Следующая поставка будет гораздо крупнее. На сколько? В пятнадцать раз. Я вложился серьезно, но, разумеется, твоя доля вырастает пропорционально. Ну, это большой шаг. А хватит нам в песочницы играть. Тебя что-то беспокоит? Думаю, нет ли в нашей схеме изъянов. Если бы они были, нас бы уже накрыли. Но ты все организовал идеально. За столько лет менты ничего не заподозрили. Ты отлично работаешь, Анатолий. Я на тебя рассчитываю. У нас с тобой большое будущее. Надеюсь. Привет, сынок. Не зайдешь? Нет, мам. Я на две минуты. Ты прости, что я так груб с тобой был. Просто вы с отцом для меня были всегда единое целое. И я понимаю, что все имеют право на счастье. Немного. Мы с папой родные люди. И были, и есть. Это уже никуда не денется. Но чувства, любовь – это все уже в прошлом. Понимаешь? Да. Мам, не оправдывайся. Ты с Анатолием счастлива? Очень. Очень счастлива. Я никогда так счастлива не была. А отцу сказал? Нет. И ты не говори. Просто сейчас момент неподходящий. Вот вылечим сынишку Машу и Лешу. Тогда я ему признаюсь во всему. Ты бы навестил Лешку. Ну, брать его или нет? Лай, попробую. Все, я поехал. Я тебя люблю. Мы почти сто человек привели. Кто-то наверняка подошел. – Морис Николаевич, здравствуйте. – Здравствуйте. Мы как раз хотели с вами поговорить. Увы, донора пока у нас нет. Так все результаты пришли? Да, все. Наши лаборанты несколько ночей не спали. Тоже надеялись найти совместимости. Как же так? Мы же столько людей привели и… Так бывает. Есть еще и другая проблема. Пришел ответ из российского банка донора вкусного музыка. Нет. К сожалению, и так бывает. Значит, нужно продолжать искать. В России сто пятьдесят миллионов человек. Кто-то же наверняка подойдет. Если надо, я каждого приведу на анализ. Алексей, не сомневаюсь в ваших силах, но у нас не так много времени. Подождите, ну что-то же нужно сделать. Надо подавать запрос еще и в европейский банк доноров вкусного мозга. Правда, если там отыщется совместимость, нужно будет заплатить за активацию донора восемнадцать тысячи евро. Здоровье донора нужно тщательно обследовать, а это множество дорогостоящих анализов. Отсюда и сумма такая. Подавайте, запрос мы найдем. Хорошо. Леш, где мы найдем такие деньги? Теперь вся надежда на этот европейский банк доноров. Это бесплатно? Да, зритель в коре дяди Егор бесплатно, да не совсем. Сам донор ничего не получает, но за медицинскую подготовку к этой трансплантации нужно будет заплатить. Я так и думал. Лечение таких болезней это всегда упирается в деньги. Сынок, мы с мамой кредит возьмем. Это если тебе еще дадут, Семенович. Банки сейчас знаешь какие предельщивые стали? Так, на, бери. Что это? Ну что, откладывал на черный день. Похоже, он настал. Спасибо. Ну что спасибо? Это моему родному внуку. Я вот тоже 50 тысяч собрала. Только бы Митеньке помогло. А общая, общая-то сумма какая? Больше миллиона, почти полтора. Ну и разумеется, у них нет денег. А у нас есть. И мы, мы должны помочь. Должны? Да, должны. Потому что мы можем. Папа, папа, ты же дашь денег. Да, конечно. Спасибо. Ну я, честно говоря, удивлен твоему решению, Маша. Мне казалось, ты ее не очень любишь из-за ее прошлых отношений с твоим мужем. Да, ты прав. Мне до сих пор кажется, что и с Володей прошлое над моим настоящим визит. И был момент, когда я хотела, чтобы она... чтобы она потеряла ребенка и почувствовала то, что чувствую я. Папа, папа, когда я увидела, когда я увидела этого малыша, когда я, когда я на руки его взяла, я так захотела, чтобы у него все-все-все было хорошо. Ты можешь считать меня безумной, но я просто не могу иначе. Я горжусь тобой. Конечно, я дам денег. Спасибо. Ты можешь не беспокоиться. Леха, что тебе нужно? Да погоди ты, ерепенец. Я поговорить хотел. Я спешу. Я помириться хочу с тобой, с Машей и тест сдать. Может, я подойду как донор. Родители не могут быть донорами, понял? Чего? Ты что сказал? А будто ты не знаешь, что ребенок от тебя, да? Мать сказала, что Маша от доктора залетела. А мать что, свечку держала? А ты откуда знаешь? Да потому что Машка не гулящая, и с доктором у нее ничего не было. А Митька? Митька на тебя похож, как две капли воды. Спасти ты его все равно не сможешь, так что... Не лезь сюда и Машку не дергай. Ей без тебя тошно. Ты что думаешь, мне плевать, что происходит что ли? Что я монстр какой-то? Здравствуйте, Борис Николаевич. Присаживайтесь. Маша. У меня не хорошие новости. Из Европейского банка доноров тоже пришел отрицательный ответ. Надо искать новых добровольцев. Маша. 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 Маша, ты чего? Ты чего, Маша? Тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Тише, тише. Ты чего? Совсем офонарела? Тише, тише. Тише, тише. Тише, тише. Тише, тише. Все, 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 все. Машка даже не думал об этом. Не смей, слышишь? Митька будет жить, все будет хорошо. Все так говорят, но это не всегда так. Я не смогу жить, если Митька умрет. Что нам делать? Так, послушай меня. Мы с тобой не знаем, что будет. Никто не знает. Но если мы с тобой не пройдем этот путь, мы не узнаем. Мы будем искать донора, пока не найдем. Мы будем вместе с тобой до конца. Тише, ты не имеешь права сдаваться и раскисать. Никогда не сдавайся. Обещаешь? Обещаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы что-то хотели? Да, я хотела… Я по поводу донора костного мозга хотела сдать тест на совместимость. Да, конечно. Спасибо. Пойдемте. Маша. Маша, мы нашли донора. Да что? Борис Николаевич. Дай Бог, чтобы не было никакого отвода по здоровью. И пока она проходит все необходимые исследования, мы немедленно начинаем подготовку трансплантации. Я должен объяснить вам процедуру. Да, конечно. Для того, чтобы трансплантация прошла успешно, нам необходимо подавить активность собственного костного мозга пациента с тем, чтобы он не отторгал пересаженные клетки. Для этого мы Мите вводим специальный препарат. Переведем вас в стерильный стеклянный бокс. Никакого общения, никаких контактов. Все через стекло. И термически обработанная пища. А я с Митей там смогу находиться? Конечно. Ребенок будет только с мамой. Но, Маша, вы должны понимать всю рискованность этой процедуры. Ведь у Мити будет нулевой иммунитет. И любая инфекция может оказаться для него плачевной. Ну ничего, доктор. Мы все выдержим. Правда, Митенька? Главное, что донор найден. А кто он? Вы сказали, что это женщина? Родственница ваша. Ирина Никодимова. Можно? Конечно. Ирина, ну как все прошло? Очень, очень хорошо. Я думала, будет тяжелее. Представляю, как тебя благодарить за то, что ты для нас сделала. Знаешь, нас с Митей прямо сейчас поместят в стерильный бокс, так что у меня буквально пару минут. Так быстро. Ирина, прости меня. Я тебя считала избалованной эгоисткой. Считала, что в тебе причина всех моих проблем. И к Володьке ревновала. Знаешь, я только сейчас понимаю, какая вся эта шелуха. Я придумала себе чувство к Володе, я его не любила. Я поняла, что настоящая любовь, она другая. И поняла это только, когда встретила Лешу. Маш, я… Подожди. Понимаешь, когда появляется ребенок, Митя, он все для меня. Я дышу, я его люблю. И мы никогда не забудем то, что ты для нас сделала. Мы с Лешей всегда будем помнить. Все будет хорошо. Бежим. Беги, беги, беги. Скорее к нему. Беги. Пересадка костного мозга прошла успешно. Анализы у Мити очень хорошие. Главное теперь, чтобы не было отторжения. В этом смысле ближайшее время самое показательное и самое сложное для вас, Маша. Так. Для меня почему? Потому что вам предстоит почти полная изоляция вот в этом закрытом пространстве. Ну, мы с Митенькой справимся. Я тоже думаю, что все будет хорошо. У вас и у Мити начнется новая жизнь. Вот это вот тоже все на выброс. Это синтетика. Пыль притягивает. Я лучше из натурального сошью. Ой-ой-ой. Ой. У тебя, Егор, пуговица оторвалась. Я сейчас пришью. Ага. Угу. Да. Осталось только окна помыть и… Не снимай. Я так перехвачиваюсь. Иди сюда. А? А ум мне не пришьешь? У меня для этого вот нитка есть. А я думал, что только моя бабушка знала эту примету. Я говорю, окна осталось только помыть и… Будет стерильней, чем в больнице. Ну, Егорушка, как же нам столько бед-то пережить? Так и валится одна за одной. Ну, вот… Вместе и переживем. Я не могу, Егор. Сын в тюрьме. А мне тут чувства какие-то в голову ударили. Прости. Ну, как-то это неправильно, что ли. Стыдно. Чувства все-таки. Маша, ты прости, что я так внезапно в рейс уезжаю. Напарник заболел, попросил подменить. Хотя вы же справитесь здесь без меня несколько дней, да? Мы будем очень скучать. Я тоже очень-очень. Подожди, Леша, тебе медсестра передала? А, да. Леша, твой медальон нам с Митикой очень помог. Видишь, как все ладно получилось. Теперь ты его с собой возьми, и я не буду беспокоиться. Я тебя даже через стекло чувствую. Я тебя очень люблю. И я тебя. Ириша, золото-то наше. Ну, если б не ты, я пока жив буду, свечки буду стоять. Это правильно. Люська, ты чего такая кислая? Иди сюда. Вань, Вань, Вань. Ну, мы же победили. Вань, послушай. Митька жив. Я решила, что как только Митьке станет лучше, я тебе во всем признаюсь. В чем признаешься? Пойдем. Ира, мы хотим тебе сказать спасибо за Митьку и нас с Машкой. Мы бы хотели, чтобы ты стала Митькиной крестной мамой. А папочка у нас так и разговаривает через стекло с малышом? Ну да, здесь по-другому нельзя, здесь все строго. До свидания. Пап, а куда это, Люська убежала? Воскобойникову. В смысле? В коромысле, бросила она меня. Коллеги, фура с поставкой пересекла границу. Мы начинаем. Итак, план операции. Этап первый. Автовоз. Прибывает в автосалон, выгружает машину с поставкой. Далее, машину с поставкой перегоняют на базу Алика. Вот сюда. Как только машина с поставкой покидает территорию автосалона, группа номер один входит в офис Воскобойникова. И всех задерживает. Совершенно верно. До выяснения степени причастности к наркотрафику. Этап номер два. Машина с поставкой прибывает на базу Алика. В момент изъятия наркотиков из машины, группа номер два производит захват банды. И вот там все будет очень серьезно. Охрана вооружена. Но наша первоначальная задача – это полностью проследить маршрут автовоза. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА